Всем привет! Сегодня у нас очередная будет история моей подписчицы об отношениях с турком. И очень интересная история, о которой можно написать книжку или снять какой-то сериал, какой-то фильм. История такая достойная и интересная. Она, конечно, не без боли и преград. Но чтобы вы не думали, что у меня на канале только один негатив, ну потому что людям нужны советы, они мне и пишут поэтому такие истории, да, где хотят совета, что какие-то проблемы есть. А тут мне девушка сама написала, проявила инициативу, я ей благодарна. Она рассказала историю о том, как позитивно закончились непростые отношения с турком, как они счастливы. Так что сегодня у нас позитивная, добрая история. И все, кто в каких-то трудных жизненных ситуациях, я вам желаю, чтобы у вас тоже все было хорошо. И пусть эта история послужит для вас приятным положительным примером. Это мой второй брак и первый с иностранцем. Абсолютно с вами соглашена. Протиранирую со стороны мужчины. У меня это было в первом браке. И неважно, кто он пацанан по национальности. После 16 лет вместе я убегала от него с ребенком буквально с одним пакетом вещей на первых два дня. Жалко, что ваш совет и комментарии по этому поводу можно смотреть сейчас. А если бы я их посмотрела раньше, возможно, такого бы и не было в моей жизни. До брака будущий муж меня ударил по лицу один раз. А я дура, не восприняла это серьезно. Вот и прожила всю жизнь с ним в насилии, агрессии, а потом еще и в алкогольной зависимости. Бывший муж очень много пил. У нас был большой дом, машина, жили в достатке, но счастья и уважения не было. Сам муж жил в насилии со стороны его отца, и у него не было правильной модели понимания семьи. Мои родители развелись, поэтому, как вы сказали, у меня тоже проблемы с воспитанием, нормальным отношением. Это зависит от воспитания в семье, по атмосфере, в которой ты растешь. Считаю, если хочешь знать, как будет у тебя в семье, сходи в гости к родителям мужа. С бывшим мужем мы не общаемся, развелись полтора года назад. Браку давно пришел капец. Я всячески пыталась его спасти, реанимировать новую нет. Мысль о разводе пришла четыре с половиной года назад. Тогда же и писала заявление в суд, но до конца не довела этот процесс в суд, наверное, это из-за побоев. На момент знакомства с турецким мужчиной, это было во время отдыха всей семьи в Турции, я была еще замужем. От первого брака у меня есть ребенок, 15 лет, мальчик. Сейчас он живет со своим отцом, ребенок так захотел. Он воспринял мой второй брак как предательство с моей стороны. Слава богу, мы с ним видимся и общаемся. Знакомство со вторым мужем, это вообще из области фантастики. Он диаметральная противоположность первому мужу. Опять боюсь ошибиться, конечно. Я его очень сильно люблю, и у нас растет замечательный малыш с турецким характером. Дело в том, что наши отношения развивались очень стремительно. Познакомились мы в Кемере, как вы сказали, между нами прошла искра. Мы только общались, ему было 40, а мне 35. Отдых закончился, я с семьей вернулась домой в октябре. На отдыхе бывший супруг бросил мне бутылку воды в лицо, и под глазом на всю жизнь остался шрам. Вот с этого момента и началась точка невозврата. Все, пришел конец. Мне даже сын сказал, вернешься домой? Разводись. С турецким мужчиной продолжала общение по Вайберу. Он мне сказал, что любит меня первый раз тоже через Вайбер. В конце ноября он прилетел ко мне почти на 3 месяца. Затем в конце января он улетел, и я узнала, что я беременна. Он мне сказал, что хочет нашего ребенка, и плакал, когда узнал. Но сказал мне, чтобы я тоже подумала и приняла сама решение. У меня было два плана, позитивный и негативный. Конечно, я решила рожать, чтобы не случилось. Он работал пока в Турции, я в своей стране. В мае я прилетела к нему в Анкару, он купил билеты. В июле я ушла в декретный отпуск. В июле прилетел мой мужчина, и мы расписались. Мы поговорили и решили жить в моей стране. Если честно, я знала его не сильно хорошо, и поэтому не решилась переезжать в его страну, рожать ребенка там и все-все прочее. Кстати, очень такие разумные решения. Хотя внутренний голос верил ему, и какого-то чувства, что он меня бросил, не было. Разве что 5% на план Б. Мне это очень понравилось. Хотя, с другой стороны, я насторожилась, что он в достаточно зрелом возрасте бросил все в своей стране. Хотя бросать-то у него и нечего было. У нас съемное жилье. В сентябре прошлого года я родила малыша. Вышла на работу, когда ребенку было 6 месяцев. Муж работает, я тоже. Мы совмещаем наше родительство вместе. Все бытовые дела тоже делаем. Или вместе, или он мне помогает. Он классный, нежный, заботливый. Любит меня и малыша. Планируем поездку в мае к его родителям, чтобы познакомиться. И они увидят внука в первый раз. А мужу с его слов. Равно родился в Антаке. В семье трое детей. Он и его сестра двойняшки. И младший брат. Его родители мусульмане, но мама с непокрытой головой. Вся семья достаточно цивилизованная. Правда, сейчас его отец очень сильно болен, парализован. Мама за ним ухаживает. Сестра переехала из Анкары в Антаке. Помогает маме с папой. Он отучился вместе с сестрой в спорт, в университете. Он учитель по баскетболу. Но ему это не нравится. По специальности он не работает. Вы знаете, турецкие нравы. Поэтому родители отпустили учиться свою дочь с таким раскладом, что их сын пошел учиться, чтобы присматривать за сестрой. С ним вместе пошли в институт. Ему интересно создавать музыку. Он умеет играть на гитаре, флейте. Такой он у меня творческий. Но работал спасателем в гостинице на момент нашего знакомства. Он был женат на канадской девушке. Они жили в Турции. В браке были 7 лет. И было двое детей. Мальчик и девочка. Но его жена и дочь попали в автокатастрофу и погибли. Его старший сын отвернулся от него за то, что он не смог уберечь маму и сестру. С его слов он был в трауре и чуть ли не сошел с ума от утраты. Он спалил дом, машину. Все, что напоминало о счастливой жизни. Он даже пытался покончить с собой. Его родители за него волновались и поместили его в клинику. Это очень ужасно, как он смог все такое пережить. Он продолжал жить одним днем. У него ничего не было. Сезонные работы в гостиницах. Ему больше ничего и не надо было. Но вот он встретил меня, и я смогла в нем разжечь чувство любви. Он ожил. Если он мне сказал, что когда я отдыхала в отеле, ему приснилась его бывшая жена и сказала, что он встретит меня, я его судьба. Поэтому ему нечего было терять в своей стране. У него ничего не было и ничего не держало. Он переехал ко мне. Он предлагал мне переехать в Турцию, но сказал, что я здесь буду одинока и несчастна. Вдали от моего сына, от родителей и друзей. Кстати, очень логично. С его стороны это огромный шаг. Ведь он не знает русского языка. Специальность, подходящая для работы в моей стране, у него нет. Мы общаемся на английском языке. Он учит русский. Я турецкий учу, но слабо. Мне с ним спокойно, комфортно. Он очень простой человек, без понтов. Мы живем в любви, в уважении друг к другу. Наш малыш растет в гармоничных отношениях, к чему я несказанно рада. Мы обычные люди со средним доходом, но я безумно счастлива. Ведь до этого у меня в жизни был достаток. Но не было самого важного – любви, счастья, уважения. Вот как-то так, Галина. Но мне кажется, он что-то недоговаривает. Или очень хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу, ведь оценка ситуации в разных плоскостях воспринимается по-разному. Если хотите, можете забрать мою ситуацию, как историю от анонима. Давно хотела вам написать, но не знала, как. А сегодня посмотрела ваше видео, увидела там электронный адрес и решилась. Так, если получился какой-то каламбур, и что-то вам непонятно, спрашивайте. Пожалуйста, мне бы очень хотелось получить от вас совет. Заранее благодарю. До меня нет никакого даже мысли давать вам совет, потому что вы очень грамотно оцениваете, хоть и были в созависимых отношениях с мужчиной, таким своим первым мужем с вашей родины. Вы очень здраво все оцениваете, понимаете себя, оцениваете ситуацию. И я могу только сказать, что если вы верите, я не знаю, в Бога, в благо какое-то, в судьбу, это ваша судьба, это ваша награда, этот мужчина за то, что у вас было очень много лишений, проблем с предыдущим супругом, с предыдущей вашей жизни. И я очень рада, что даже если сын отказался проживать с вами, воспринял ваш второй брак как предательство, время лечит, тем более это, понимаете, был тяжелый период, 15 лет, это пубертат, это подросток. Пройдет время, и там, не знаю, лет к 25 годам он поймет, и когда у него уже появятся свои дети, вас, ваше поведение, и папу своего он другими глазами потом узнает, увидит. Поэтому сильно не расстраивайтесь, продолжайте поддерживать ваши отношения с вашим сыном, обязательно, прям, надо дать время, просто это все произошло, и тем более сын сам говорил, мама, приедешь домой, разводись, что он видел, какое отношение. Я, знаете, только что хочу сказать, что обратить ваше внимание, так как сын остался жить с папой, он все равно видит вот это негативное отношение к женщинам, как бы это ни стало моделью его поведения, и, как вы сказали, ваш первый муж, его папа себя плохо вел с женщиной, да, с мамой, короче говоря, чтобы это не стало системой. То есть сына от этого нужно как-то оградить, показывать другой пример, пример своей семьи новой, что может быть по-другому, и женщину нужно уважать. Далее, по поводу вашего мужа, что-то недоговаривает, вполне возможно, что он что-то недоговаривает, и муж 40 лет, и у каждого свои скелеты в шкафу есть. Но, понимаете, надо расслабиться, уметь. Если вам, как вы пишете с ним, классно, кайфово, нет никаких, не надо искать скелетов каких-то в шкафу, просто расслабьтесь и наслаждайтесь. Это может быть не то, что он что-то недоговаривает, это ваша тревожность, ваш негативный опыт из прошлого, и вам кажется, что что-то недоговаривает, вам бы хотелось, потому что вы ждете подлянку, вы ждете какую-то подножку, вы ждете опять шлепка по лицу, или еще что-то, вы старое еще не отпустили до конца, ваши воспоминания, именно опыт ваш негативный, поэтому вы от него чего-то плохого ждете. Но вполне возможно, что он вам ничего не недоговаривает, и все с ним в порядке, он честный человек, по крайней мере, вы видите, вы с него 4 года уже знаете, и вы счастливы, у вас все хорошо, то есть я вам посоветую расслабиться, наслаждаться счастью, которое вы приобрели, вашему материнству, вашему мужу, который любит, которому надежно, и вам любые невзгоды, преграды, если какие-то появятся финансовые, или еще что-то, вам все будет по плечу, потому что вместе вы все преодолеете, вы поддерживаете вашу поддержку друг друга, вы наконец-то получили то, чего так давно хотели, о чем мечтали, идеальную семью. По поводу мужа и недоговорок, я честно, если так вот углубиться, подумать, ну я не знаю, что бы он мог там недоговаривать, довольно-таки все честно, мне только, знаете, одно непонятно про его сына, что он от него отвернулся, с кем он остался, его ребенок, живет ли он в Турции, или он уехал, например, к родителям своей мамы в Австралию, или как вообще, что с ним произошло, тоже бы мне не хотелось, чтобы он прекратил совсем общение со своим сыном, это тоже ему нужно, потому что у вас такая ситуация, вы очень два больных в плане трагичных историй, два больных сердца, я имею в виду больных в плане травму получившие, поэтому вы нашли друг друга, и вы это цените, и какой бы негативный опыт у вас не был, он для вас все-таки полезен, вы цените то, что имеете сейчас, как вы, так и ваш супруг, в общем, я вам только желаю счастья, постарайтесь расслабиться, получать удовольствие от этих отношений, от вашего материнства, наслаждайтесь, кайфуйте, пусть у вас все будет хорошо, и все будет хорошо.